Приветствую Вас, давайте попробуем последовательно ответить на каждый из Ваших вопросов, начиная с самого первого. Вы пишите, у меня такая проблема, занижена самооценка. Ага, вот знаете, предположим, что у Вас самооценка действительно занижена. Но кто это решил, что Ваша самооценка занижена? Вы? Откуда Вы знаете, что она занижена? Как это проявляется? Почему? Думаю, что прежде чем говорить о том, занижена у Вас самооценка или нет, нужно сперва определить критерии, по которым Вы делаете подобный вывод. Определить критерии, по которым Вы решаете, действительно ли у Вас самооценка занижена или нет. Это первый из самых главных моментов. Второе. Второе, если у Вас действительно занижена, как Вы говорите, самооценка, если это действительно так, то тогда нужно эту самооценку повышать. И повышать ее нужно путем выявления моментов, в которых Вы не уверены. Вы, как я понял, знаете те моменты, в которых Вы не уверены. И постановские соответствующие задачи и цели в этом направлении и их решения. Только тогда, повышая свою уверенность, повышая свою уверенность в себе, Вы сможете избавиться от занятий с массой. Которое может быть, кстати говоря, следствием еще и различного рода комплексов. Которое может быть следствием страхов. Которое может быть следствием определенных происшествий в Вашей жизни. Ну и так далее. То есть, нужно определить, как это у Вас вообще произошло. Определить причину, по которой у Вас она занижена, истинная работа. А Вам необходимо развиваться и расти личностно. Для того, чтобы избавляться от своей заниженной самооценки. Без самооценки, без достаточного рода самооценки, без достаточного количества самооценки, у Вас будут проблемы. И совершенно понятно, я надеюсь, совершенно понятно, я надеюсь, что если Вы не будете любить себя. Если Вы не будете ценить себя. Если Вы не будете уважать себя и считать, что Вы самая лучшая, самая красивая, самая привлекательная и так далее. и так далее. Я надеюсь, вы понимаете, что без этого невозможно будет построить никаких отношений. Потому что если вы не будете любить себя, то вас не будет любить никто. Это первый момент, который связано. Это первый момент, о котором не хотелось бы вам сказать. Далее вы задаете вопрос. Может ли из-за самооценки у меня не складываются отношения с парнями? Да. Именно из-за того, что у вас конечно самооценка, отношения с парнями у вас действительно не складываются. Как можно решить эту проблему? Проблему это можно решить только через устранение моментов, которые мешают вам повысить свою самооценку и через повышение ее. Это нужно определить, в чем вы не уверены, почему вы не уверены и работать с причинами этой неуверенности в себе. Дальше. Как не ревновать своего парня? Ну, вообще говоря, проблема ревности, вот, ревности, ну, проблема ревности вообще, она очень, знаете как, она очень тонкая. Для того, что вы ревнуете не только по той причине, что вы боитесь потерять молодого человека, но вы ревнуете еще и потому, что если вы молодого человека своего потеряете, то вы лишитесь чего-то. И вот вопрос в том, чего вы лишитесь. Вы зависите от молодого человека, а зависите вы от него потому именно, что он вам дает что-то, что вы не можете получить сами. И что самое здесь главное, это то, что вы не можете это получить сами по той причине, как раз таки, что у вас недостаточно самооценки. Хоть если вы были бы в себе уверены, если бы вы были независимой женщиной, независимым человеком, если бы вы отдавали себе отчет в том, что, ну, все люди свободны и все вольны поступать так, как им хочется, то вы бы понимали, что ревность – это не свобода. Вы своей ревностью не только намекаете молодому человеку постоянно на то, что он может вам изменить, грубо говоря, грубо говоря, да. Вы еще и, вы еще и очень портите вообще климат и атмосферу отношений. По той причине, как раз, что постоянно подозревается молодого человека в том, чего он пока еще не делал. И для того, чтобы перестать его издавать, нужно подумать, что дает вам молодой человек, ну, кроме кондатного, да, внимания, ласки, заботы, тепла и так далее. Что еще? И почему вы боитесь так сильно этого потерять? Это потерять. Дальше нужно подумать о том, а что произойдет, если он вас бросит? Вы будете думать о себе плохо, правильно? Вы будете считать, что вы недостойны, например. Вы будете считать, что вы такая плохая, что с вами нельзя строить отношения, да. Вы, наверное, будете думать, что вы недостаточно хороши для молодого человека, ну и так далее, и так далее. То есть, вы будете думать о себе, а не о нем. Вы ни на секунду не допускаете мысли о том, что молодой человек может быть не то, что не любит вас, не то, что не уважает вас, не то, что не считает, что вы недостойны, что вы недостаточно хороши на него. Вы можете просто не нравиться ему. Вы можете просто ему не подходить. Ведь это свободный выбор каждого человека. И вам нужно учиться этот свободный выбор принимать. А когда вы ревнуете молодого человека, вы думаете в этот момент о себе. То есть, вы говорите ему я. Ты меня оскорбляешь. Ты меня предаешь. Но вы не думайте в этот момент о нем. И отсюда не сложно сделать. Я надеюсь, такой вывод, что один из самых простых способов борьбы с ревностью является такое поведение. Когда вам хочется признавать, когда вам хочется устроить сцену ревности для молодому человеку. Вы лучше ему скажите, что это приятно. Вы лучше подарите ему нежность, подарите ему заботу, подарите ему тепло, подарите ему ласку. Лишний раз создайте какой-то позитив. И каждый раз, когда вы будете хотеть устраивать сцену ревности, дайте ему ласку. Давайте ему ласку. Давайте ему заботу. Со временем вы привыкнете так делать. И вы будете делать все для того, чтобы молодой человек был именно с вами. Если же, несмотря на это, если, несмотря на это, мужчина все же когда-нибудь, условно говоря, вас оставит, то не нужно думать, не нужно считать, не нужно полагать, что это ваша вина. Молодой человек сам решил так. Молодой человек сам так сделал. Это его вывод. Это его право. Но вам нужно знать одно, что вы сделали все, чтобы он был с вами. Все без исчерба себе. Все как равноправное, независимое, свободное женщина. А там будет, что будет. И если над вас уйдет, значит либо у него не было никогда к вам чувств особо сильных, либо, ну, можно сказать так, что вы просто не дошли взгляд. Но не нужно действовать в ущерб себе. Когда вы действуете в ущерб себе, как раз таки руководствуя своей заниженной самооценкой, вы снижаете и ценность свою для отношений. Не только для, кстати, вот не только для мужчин, но вообще для людей. И нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Нужно уметь доверять своим эмоциям, своим переживаниям, своим чувствам, своим мыслям. И доверие, вот доверие самому себе, это необходимое условие для личностного роста. Если вы желаете расти личностно, это нужно делать. Доверять своим эмоциям, доверять своим переживаниям и работать над собой. Работать над собой, чтобы расти личностно, становиться независимой, чтобы позиционировать себя не только как девушка, например, своего парня, но и как еще отдельная личность, индивидуальность, человек, женщина и так далее. Вам предстоит большая работа над собой, если вы хотите действительно построить успешные, а равноправные отношения. И эту работу вы можете выполнять самостоятельно, можете через помощь экспертов. вот, все данные статьи. Я думаю, что основные направления я вам дал. Если говорить о личностном оборудовстве, то здесь нужно понять, кем вы хотите быть, понять, кем вы хотели бы себя видеть, какая вы идеальна, и к этому, собственно говоря, стремиться. стремиться, стремиться к этому. Вот то, на чем вам сейчас нужно концентрироваться. Не на отношения с молодым человеком, как это ни странно. Не на том, чтобы даже не ревновать с его, а на том, чтобы развиваться само, чтобы обретать самодостаточность, чтобы не зависеть от людей, от молодого человека, больше, чем это необходимо. не на отношения с людьми. Вот именно так вам и нужно поступать. На этом, в принципе, можно было бы закончить, потому что и так получилось очень много. Вопрос вы задали достаточно общий. Повод для размышлений, хочется верить, я вам дал. Также, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok